я привык всегда все делать пьяным будет интересный опыт насколько получится сейчас все пишите нравится больше трезвым или пьяным пожалуйста управляйте моей жизнью получается ты за свою жизнь настолько отошел от трезвого образа жизни что тебе прям неудобно в нем я просто не помню когда я последний раз был трезвый долго ну вообще не типа ты же подожди ты хочешь заниматься спорта и делаешь какие-то движения но как это работает брат баланс во всем если профессиональным спортом заниматься ты умрешь быстрее чем бухать поэтому надо ну чуть-чуть туда чуть-чуть туда как бы во всем балансик искать зато я уже перестал упиваться в усмерть как тварь между прочим между прочим раньше если у меня каждый сон это был алкогольная команда где где настигнет там на студии а сейчас нет сейчас культурника аккуратненько такой все хватит пора спать взрослею брат взрослею я кстати заметил реально почему-то когда я приехал что ты как будто бы реально стал взрослее не сильно знаешь а что такое взрослее посмотри меня всегда пугает это слово до взрослеть потому что если всегда люди которые мне говорят блин ну взрослее повзрослее я смотрю на них и какие скучные вот я боюсь этого слова что такое для тебя взрослеть может я и взрослею но пытаюсь отрицать это понял вот эта штука которая хотел с тобой поговорить ты как будто бы отрицаешь или не хочешь принимать факт того что нужно типа как-то меняться с возрастом ты короче вот замер в какой-то знаешь позиции и остался так инфантильным и тебе нравится воспринимать мир вот так и ты типа к жизни относишься очень такой с детский с детским блеском в глазах типа знаешь и относишься так как будто бы ко всему то есть так это же ахуительно взрослеть это что немножко вот этот блеск в глазах убрать не так радоваться жизни как ребенок так и извините я рот взросление если мне нужно если я не смогу как ребенок радоваться не знаю красивым цветочком не радоваться можно понимаешь на все такое взрослеть мне кажется возрастление в поступках в первую очередь и выборе твоем как-то заключается ты говоришь что ты занимаешься там типа потреблением всего в меру но мне кажется что ты не занимаешься потреблением в меру то есть вот типа если разбирать это по частям как будто бы вот даже знаешь за какой-то ты про что алкоголь про алкоголь про еду про развлечения но как будто бы ты такой человек который знаешь типа вот не знает меры но в каком нет это неправда это абсолютная ложь александр так и как минимум потому что я сижу перед вами здесь живой да а люди у которых нет меры сейчас но лечатся от последствий наркотиков и алкоголя всю свою жизнь я всегда знал меру и может со стороны кажется что я горюка псих на но я всегда знаю когда остановиться даже когда я не знаю висел жестко на порошках на то вся хата могла висеть по трое суток а я всегда понимал что вот сейчас я останавливаюсь и сейчас все хватит я всегда я на самом деле какой очкошник в плане здоровья не дай бог у меня заколет сердце ты шо такая паника будет на три скорых мне срочно и поэтому если я чувствую что что-то вредит моему здоровью я моментально на это отсекаю вот и просто мой образ жизни каким бы он со стороны не казался абсолютно никак не влияет на мое здоровье то есть недавно да мне приходили анализы что печень и полная пизда да было такое да но опять же надо сказать что я сдавал эти анализы после запоя и я не попил 10 дней и все анализы в норме как и если я чувствую что что-то если я чувствую короче что-то меня может убить да или навредить не я очень аккуратен в этом просто у меня к здоровье конской на я могу бутылку виски выпить мне ох вот нельзя да делать выводы по мне молодежь которая смотрит прошлый раз когда мы виделись так мы снимали похожее видео мы тоже с тобой разговаривали но формате камеры а помнишь да интервью да 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 тогда ты мне сказал слова ты помнишь которые ты мне сказал слова сказал ну пока киев хоть начни я чувствую себя так как будто я завтра умру о прикольно и при этом ты говоришь что ты типа во всем держишь баланс и даже вот в некоторых интервью ты говоришь так говорил такие фразы я не помню может быть даже в этом видео ты говорил что жизнь слишком круто чтобы умирать типа нахер умирать жить слишком крутая чтобы умирать на половине такие слова так и вот при этом всем ты говоришь что типа ты пьешь каждый день и не можешь жить без алкоголя и как бы я не чувствую что мне меня это убивает что мне это делает плохо я не чувствую но это же фактологически доказанная вещь аху знает почему да ты не знаешь примеры вот того самого дядьки сестры бабки который пил до 100 лет по бутылке коньяка и блять все на бережу знаю брат знает но проблема в том что это единичные примеры как и я что есть но это же не факт я да это факт брат и умер завтра я подожди но ты сам помнишь мое состояние вот тогда и какие жизненные ситуации были блять там просто просто грустно было бы а так вообще вот сейчас например я чувствую себя бессмертным мы здание договорились то что далее тоже чувствую себя бессмертным мы договорились если умрем да когда-нибудь от рук друг друга только так вот по-другому не умираем мы договорились и короче ну я пиздеть чё я пиздеть не буду своим пацанам поэтому я бессмертный короче да возвращаясь к теме об алкоголиках которые переживают всех своих зон зожных друзей вот я видел алкоголиков которые бухают потому что им весело да я вил алкоголиков которые бухают потому что им хуёво из-за того что там на работе пиздец в семье пиздец да и вот вторые они умирают моментально на они прям сохнут на глазах понял а вот люди которые бухают просто потому что им весело они вообще они бессмертные и сотни примеров таких знаю поэтому в алкоголе нельзя искать спасение иначе ты быстро умрешь так получается на протяжении какого времени ты уже бухаешь без без пробоина беспробудно как это назвать каждый день ну мы короткие перерывы не берем да нет ну тогда не знаю лет 7 ну типа прям каждый день я начал верно с 18 20 я сам себе видимо построил такой образ алка алкаша да но что то ну наверно да наверное алкаш хотел разогнать хуйню типа да я же не алкоголик вы чё а потом подумал мне алкаш ну получается ты типа у тебя алкогольная зависимость блять я не знаю чувак у меня скорее зависимость от кайфа да если например легализуют траву да я бы просто начал курить я бы вообще не пил я часто не ну пью по бокальчику по два просто так люблю вино вкус знаешь под мясо дать бах на вот а так я просто зависим от кайфа и зависим знаешь скорее от другого восприятия мира вот немножко скучен мир на трезвую мне нравится менять свое восприятие подожди я готов тебя сейчас взять за жопу получается ты хочешь быть ребенком который может радоваться жизни но при этом тебе скучен мир в котором ты как ребенок радуешься жизни и тебе нужно набухиваться для того чтобы мир стал лучше брат я хочу быть бухим ребенком да я хочу быть бухим ребенком всю свою жизнь мне похуй бам водку блять и тисечкой запивать брат